Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи погиб сноубордист. Несчастный случай произошел в воскресенье на курорте Роза Хутор. Недобросовестная конкуренция, а мелкие компании по вывозу мусора порой вовсе не отправляют отходы за пределы города. Итоги проверок обсудили в мэрии. В Сочи поблагодарили тех, кто помог зеленым нарядам курорта, построивших новые скверы, лично отметил глава города. В Сочи выбрали знатоков китайского языка. Помог городской конкурс чтецов китайской поэзии «Золотой дракон». Владельцам квартир и домов, сдаваемых в аренду, предлагают оформлять налоговые патенты. С такой инициативой выступили в Совете Федерации. В первую очередь речь идет о частном секторе в курортных городах. Нередко комнаты, квартиры и дома, которые на время отдыха снимают туристы, находятся в тени и никем не контролируются, прикрывая статусом частного жилья. Идею ввести патентную систему налогообложения для физических лиц, сдающих недвижимость в наем, поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Сейчас приобрести подобный патент могут только индивидуальные предприниматели. Совет Федерации сформулировал предложение по усилению регулирования рынка сдачи в аренду частного жилья. На наш взгляд, это очень своевременная инициатива. Это особо актуально для наших курортов, где велика доля так называемого неорганизованного сектора размещения. В регионе насчитывается около 14 тысяч частных квартиросдатчиков. Квартиросдатчики не платят налоги и, соответственно, их деятельность не дает прироста доходов в консолидированный бюджет края. Так сказать, деньги идут мимо краевой казны. Более того, эти люди, сдающие жилье, не попадают и под категорию операторов курортного сбора, что также является большим минусом для региона. По словам Вениамина Кондратьева, благодаря инициативе Совета Федерации повысится и уровень сервиса в туристическом комплексе региона. В этом году в Краснодарском крае отдохнули около 16 миллионов человек. При этом больше половины из них останавливались именно в частном секторе. Каких результатов добились, а какие свершения впереди? Кубанские казаки подвели итоги уходящего года и определили вектор развития на следующий. Участников отчетного сбора поприветствовал Вениамин Кондратьев. Глава региона записал видеообращение к казакам. Кубернатор отметил, 2017 для кубанского казачьего войска стал результативным. Этот год был очень важным для кубанского казачьего войска. Впервые в новой истории России наши казаки начали получать землю. Тем самым положив начало казачьей экономике. Мы готовы идти и дальше. На уровне края активно прорабатывать вопросы создания казачьей милиции. Нам предстоит еще многое сделать. И я рассчитываю на активную позицию каждого из вас. От рядового казака до атамана. Участники отчетного сбора отметили, 2017-й был и богат на значимые исторические события. Одно из главных, первый всероссийский казачий форум, который провели в Краснодаре, на встрече приняли судьбоносное решение для всех казаков России. Это, конечно, предложение об объединении всех 11 реестра казачьих войск в одно всероссийское. Реестры казачьих войск России. Президиум Совета по делам казачества при президенте Российской Федерации принял такое решение в 20-х числах февраля 2018 года провести всероссийский сбор по объединению. В этом году на Кубани уже объединили казачью молодежь. В Новосоюз вошли 85 тысяч школьников и студентов. Кроме того, кубанские казаки продолжают активно помогать правоохранителям, а также создают ЧОПы. По распоряжению атаманного войска Николая Далуды в 2018-м казаки возьмут под охрану все дошкольные и общеобразовательные заведения края. Вечер пятницы оказался горячим, в том числе и для пожарных. В Сочи сгорелись Дом культуры в Дагомысе и склад хладокомбината. Пожар на территории хладокомбината в строительном переулке начался примерно в 20.05. Там произошло возгорание офисного помещения. Пожарный расчет прибыл в течение 10-15 минут. В итоге пожар был оперативно потушен. О погибших и пострадавших не сообщается. А через час задымилось здание Дома культуры в Дагомысе на Батумском шоссе. К тушению были привлечены 14 человек и 5 единиц техники. Возгорание произошло на чердаке, где после ремонта хранились ненужные вещи и деревянные материалы. Пострадавших нет. Как стало сегодня известно, работы по восстановлению Дома культуры в Дагомысе завершатся к Новому году. По поручению главы Сочи сейчас здание полностью очищено. От продуктов горения идет просушка помещений второго этажа. К работам приступили отделочники. На чердаке меняют деревянные перекрытия. В ближайшее время будет полностью возобновлена деятельность детских кружковых секций. Все новогодние мероприятия для жителей Дагомыса пройдут по графику. К другим новостям. В Сочи на горнолыжном курорте погиб сноубордист. Несчастный случай произошел 16 декабря на курорте Розахутор. Как сообщает интернет-портал Кубань24, по предварительным данным, сноубордист упал с высоты во время катания за пределами трассы. От полученных травм мужчина скончался. Погибшим оказался 26-летний житель Краснодарского края. В Сочи разбился синий БМВ. Авария произошла накануне на улице Горького. Этот автомобиль был знаком многим жителям Сочи. Он не раз становился объектом обсуждения из-за стиля езды. Как сообщает сайт-блокнот Краснодар, недалеко от пересечения улиц Горького и Войкова, БМВ М2 стал участником лобового столкновения. Водитель Бумер омчался в сторону курортного проспекта, затем выехал на встречную полосу. В результате аварии люди не получили серьезных повреждений. Все живы. Чего нельзя сказать о транспортных средствах. Обстоятельства происшествия уточняются. В ближайшие сутки в Сочи испортится погода. Ожидается усиление ветра, местами порывы до 15 метров в секунду. Утром и днем 19 декабря возможен сильный дождь. Рекомендовано воздержаться от выхода в горы, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 112. К другим новостям. В Сочи поблагодарили тех, кто помог с зеленым нарядом курорта. Как известно, осенью в Сочи были открыты две парковые зеленые зоны. Это сквер-фестивальный в районе Яна Фабрициуса и парк на Макаренко. Тех, кто был задействован в работах, накануне лично отметил глава города Анатолий Пахомов и вручил им награды. Глава города назвал обустройство парка и сквера народной стройкой, потому что все организации города выполнили работы на благотворительной основе. Они вложили свои силы и средства, чтобы Сочи был еще более привлекательным. И, конечно, город наш не узнаешь, но красивый город, его любят, его чтят. Но главное богатство этого города – это наши горожане. И, в первую очередь, вы, то есть те горожане, которые неравнодушны. Самых неравнодушных сочинцев сегодня отметили грамотами главы города. Помогали кто чем мог. Мы помогали в строительстве данного парка щебня, так как мы являемся добывающей организацией. Мы добывали его, перерабатывали и привозили его. Доставкой щебня занимались две компании. Только одна, например, завезла тысячу кубов щебня. Было немало трудностей. Одна из них – сложный рельеф парка в микрорайоне Макаренко. Строителям пришлось немало потрудиться, чтобы проложить тропу здоровья и сделать выходы сразу с трех сторон – с улицы Вишневой, с Макаренко и даже с Пластунской. Вся зона, а это 15 гектаров, была разделена на участки, закрепленные за каждым предприятием. Он был географически сложен для того, чтобы именно доступность техники. Вот этот экскаватор туда по склонам спускался, помогая себе своим ковшом. Потом, что туда не было возможности проезда бетономешалок, вот этих тоже там прокладывали трубу и всякое разное. Ну и в итоге сделали намечено. При обустройстве парка необходимо было сохранить краснокнижные растения. Такая же ситуация была и при строительстве сквера фестивальной. Весь ландшафт остался нетронутым. Более того, было посажено дерево мира – серебристый евкалипт. А к Новому году в Сочи откроют еще один сквер для жителей Бытхи. Елена Всевсен, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Рабочую неделю первый заместитель главы Сочи Мукдин Чермит начал со специального совещания. Его темой стало внедрение автоматизированной безналичной системы оплаты проезда. В какие сроки пилотный проект должен заработать в автобусах и когда начнется установка нового оборудования. Расскажем далее. Безналичным расчетом в общественном транспорте пользуются от 5 до 35% пассажиров во всем мире. Теперь это технологическое новшество появится и на курорте. Первыми пилотный проект протестируют в МУП «Сочи Автотранс». До нового года специальное оборудование появится сразу в 102 автобусах. К установке первых систем безналичного расчета в общественном транспорте специалисты приступят уже на следующей неделе. Сразу после нового года оборудование должно появиться во всех автобусах города. Далее в проект будут привлечены и все семь частных перевозчиков Сочи. Мы готовы приступить к монтажу оборудования, начиная с 25 декабря. И обучить персонал соответственно. Мы устанавливаем 102 единицы терминальных устройств и запускаем пилот в этом году. Далее уже направлена конкурсная документация на согласование 2018 года. Помимо этого на совещании обсудили вопрос с закупкой нового подвижного состава. По предварительным данным городу необходимо 20 автомобилей большой и 30 средней вместимости. Цифра может быть скорректирована в зависимости от утверждения новой маршрутной сети на следующий год. Недобросовестная конкуренция. Мелкие компании по вывозу мусора в Сочи в большинстве своем не выполняют свои обязанности. А некоторые и вовсе не вывозят отходы за пределы города на краевые полигоны, как это прописано в генеральной схеме по уборке курорта. Об этом шла речь на специальном совещании, которое прошло накануне в администрации Сочи. В мэрию пригласили руководителей крупных компаний, которые заключили договоры на вывоз мусора с мелкими предприятиями. Их сегодня в городе 17. Проверки показали, что подавляющее большинство из них работает с грубыми нарушениями. Выяснить это удалось в ходе длительного мониторинга, рассказал глава Сочи. По Смагри, граница нашего города, там мы постоянно фиксируем, кто же все-таки вывозит мусор за пределы города. Кроме спецавтохозяйства никто не вывозит. Вывод такой. Значит, где-то они это дело складируют. Они нам высыпают на контейнерные площадки еще по ночам. Такие предприятия загрязняют город и создают недобросовестную конкуренцию САХУ. Кстати, спецавтохозяйству приходится вывозить чужие отходы за собственные средства, а городу платить дотации САХУ из бюджета. Получается, что расходы ложатся на плечи всех сочинцев, а это порядка 300 миллионов в год. Между тем, как показал анализ, около 95% сочинцев исправно платят за мусор. А бросовый зачастую – это дело рук кафе, ресторанов и мини-отелей. Есть еще одна проблема. В ловушку могут попасть и сами предприниматели, заключающие договоры на вывоз ТБО с сомнительными организациями, пусть даже и за меньшие деньги. Владельцем отходов может быть либо предприниматель до тех пор, пока эти отходы не будут вывезены на полигоны и там захоронены, либо мусор – вывозящая компания. Так вот САХ, когда заключает договор, он по этому договору становится сразу собственником этих отходов. И все вопросы всех надзорных органов, естественно, будут обращены в его сторону. Если же мусор, вывезенный недобросовестной компанией, например, в Нацпарк, будет идентифицирован, то ответственность понесет уже предприниматель. А еще в САХе начала работать служба экономической безопасности. Ведутся постоянные дежурства на контейнерных площадках, в том числе по ночам. И те, кто бизнес по вывозу отходов не хочет вести честно, будут обязательно наказаны. И примеры есть. Одна из мелких мусорных компаний уже заплатила штраф за вывоз отходов на площадке САХа – полтора миллиона рублей. Сочи и Таиланд стали самыми популярными направлениями новогоднего отдыха у россиян. Об этом сообщила журналистом-исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. В Сочи самое популярное направление на Новый год у россиян. Таиланд на втором месте. Средняя стоимость недельного отдыха в Сочи в отеле «Три звезды», «Три плюс» от 40-50 тысяч рублей на человека, без учета транспорта. Потому что все добираются по-разному, отметила Ломидзе. Есть еще вариант пакетного тура с включенной перевозкой в Сочи. Это тоже будет 50 тысяч рублей, потому что это практически чартер. Средняя стоимость отдыха на человека на неделю в Таиланде в отеле «Три звезды», «Три плюс» от 90 тысяч рублей. Таиланд в прошлом году также был лидером среди новогодних направлений. Такую ситуацию глава ассоциации туроператоров России связывает с отсутствием египетских туров. В Сочи выбрали лучших знатоков китайского языка. В минувшие выходные прошел городской конкурс чтецов китайской поэзии «Золотой дракон». Языковой центр гимназии «8» и Сочинская лига переводчиков при поддержке управления молодежной политикой уже в третий раз провели детский конкурс «Золотой дракон». Участником мог стать любой ребенок от 6 до 17 лет, который изучает китайский язык и интересуется культурой и традициями этой страны. Конкурс проводился по двум направлениям – поэтические чтения и письменные переводы текстов. По веб-трансляции все выступления просматривала и профессор китайского языка из Поднебесной. Китайский – он язык тонов, это мелодия. Поэтому, когда ребенок декламирует стихи, там это проявляется и открывается в полной мере. Мы считаем, что стихи китайские помогают ему лучше освоить базовые знания китайского языка. Это очень приятно, что в России изучают китайский язык, потому что обычно русская культура больше тяготеет к европейской. Но сейчас в Сочи очень много возможностей для китайцев и много китайцев приезжает. Поэтому очень приятно такое внимание. Призовой фонд конкурса – 70 тысяч рублей. Победители получили в качестве призов проживание в семейном номере люкс, ужин в ресторане китайской кухни, билеты в парк аттракционов и на китайскую чайную церемонию. Общеобразовательная организация «Свободная школа. Добрый путь» провела благотворительную рождественскую ярмарку. Уже шестой год подряд ученики школы и их родители в преддверии Нового года демонстрируют свое мастерство, проводят творческие мастер-классы и знакомят сочинцев с возможностями, которые «Добрый путь» открывает для ребят. На этот раз рождественская ярмарка прошла в Доме культуры Аэлита. Рукодельные подарки из натуральных материалов, деревянные игрушки, рождественские пряники, свечи из вощины и витражи, бусы из войлока – все это воспитанники школы «Добрый путь» мастерят своими руками. В этой организации, где все основано на педагогике Рудольфа Штайнера, много внимания и времени уделяют творческим занятиям, которые не отвлекают, а помогают детям в изучении основных предметов, подчеркивают преподаватели. Мне нравится быть на ярмарке, потому что там много мастер-классов и там очень весело. И я всегда радостно, я прихожу домой. Мы делаем вот такие вот шарики волшебные из стекла. Ручной работы их выдувают. Их надо вот так расписывать, получается красота. Родители, которые выбрали для своих детей семейную форму обучения, также вовлечены в процесс, они принимают активное участие в их творческом развитии. А необходимые знания и навыки ребенок здесь получают в соответствии со своим возрастом. Освоение каждой дисциплины осуществляется именно в тот период, когда интеллект малыша максимально подготовлен для ее восприятия. Это и есть главное отличие Вальдорфской школы от традиционных образовательных учреждений. К слову, добрый путь создали сами сочинские родители. Нас очень уже много. У нас уже больше 200 родителей, которые сегодня приняли это решение. Мы хотим, чтобы из наших детей вырастили настоящих людей, чтобы они были лидерами, чтобы они были элиты этого общества. Одним словом, обучение в частной сочинской школе «Добрый путь» направлено на развитие воображения, образного мышления и фантазии. Здесь даже тетради нестандартные. Такие тетради, которые позволяют ребенку себя выразить в деятельностном подходе, то есть в игровой форме. Очень приятно, что в городе Сочи есть такая школа, есть такая возможность для родителей, которые выбрали семейную форму обучения, организоваться и помогать своим детям развиваться творчески, не только интеллектуально. Ну а рождественская ярмарка стала благотворительной. Благодаря собранным средствам «Добрый путь» пополнит фонд своей библиотеки. Расположена школа на улице Земляничная, 28Б. Вся информация на сайте вальдорфсочи.ру. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В сочинском цирке состоялся премьерный показ новогоднего шоу «Тайны ледяного замка». Всего запланировано 22 представления. Они будут проходить практически ежедневно. Цирковая сказка под названием «Тайны ледяного замка» длится почти два с половиной часа. За это время дети и их родители оказываются и в экзотическом мире животных, и в увлекательном, веселом мире клоунов, и в сказочном цирковом мире акробатов, жонглеров, воздушных гимнастов. Мы старались для детей сделать сказочный цирк. А когда сказочный цирк, дети удивляются. А удивлялись дети всему, что происходило на арене цирка. Потрясающий своим масштабом конный аттракцион под руководством легенды мирового цирка лауреата госпремии Тамерлана Нукзарова. Джигиты, африканские леопарды, медведи, озорные подили и грациозные лошади. Животные – это наши партнеры. Они как люди у нас. Мы так о них заботимся. Потому что дрессировка – это очень трудное дело. И долгое. А веселый праздник продолжает клоунский дуэт Бутантия. Захватывающий сюжет с массой приключений держит все время зрителя в напряжении. А невероятные декорации, потрясающие костюмы создают атмосферу волшебства. Эти костюмы нужно всегда содержать в полной чистоте. Расшивать их, камушки. Это все так, как мы работаем на лошадях и с лошадьми. И, естественно, это все стирается. И блестки, и камушки. И приходится это все обшивать. Ну и какое же представление без Деда Мороза, Снегурочки, Снеговиков и самого Нового года. Встречаем юный, новый 2018 год. Зимняя сказка на арене сочинского цирка продлится до 14 января. Елена Аксицын, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok